Всем привет! С вами Илья Слейт. Сегодня передо мной лежит интересное устройство, которое мы уже распаковывали. И более подробно об этом можно посмотреть. И вот здесь Арсений его распаковал, рассказал вам краткие впечатления. А я, собственно, этот самый Xumomi Mi A3 у него забрал, проходил с ним целую неделю и составил полное впечатление спустя неделю использования. С чем я столкнулся, чем этот смартфон хорош и чем объективно плох, расскажу прямо сейчас. Ставь лайки, мы начинаем. Начнем с дизайна. Конечно, всю эту неделю он радовал меня своим внешним видом, но я решил как бы предостеречься и надеть на него вот этот прекрасный фирменный чехол. И вы сразу видите, как он выглядит в этом чехле, как очень затертый такой поношенный жизнью телефон, хотя прожил он со мной ровно неделю. И второй минус этого чехла это то, что он закрывает USB-C порт внизу. Это прям адская боль, если ты автомобилист, и каждый раз, садясь в автомобиль, тебе приходится производить вот эту вот манипуляцию, вот распаковывание. Это просто безумно бесит, если честно. Я понимаю, защита IP60 50, 8, 9, 60, но, блин, это очень неудобно. Но если чехол снять, то за него сразу не стыдно. Он правда красивый и симпатичный, цвета яркие, поэтому если ты собираешься его себе покупать, просто не носи чехол и будь осторожен, преступник вооружен и очень опасен. Правда красивый. Следующее, с чем ты взаимодействуешь после задней панели, это, конечно, сканер отпечатка пальцев, потому что ты устройство разблокируешь, и он здесь в экране. Я не могу сказать, что он супер классный, вот сейчас он вообще не понял, что я палец прислонил. И такие глюки случаются, скорость от блокировки не очень хорошая, опять происходит непонятная фигня. То есть это не так удобно, он подключивает, он не всегда быстр. Я все-таки противник этих сканеров в экране, лучше либо сделайте в кнопке, либо никак, либо Face ID. В лапках подержали, разблокировали, увидели экран и стало плохо. Как Арсений, собственно, говорил, так и у меня спустя неделю это подтвердилось, экран здесь просто, ну, отвратительный вообще. Я не знаю как, но некоторые китайцы умеют делать экран на 720p в подобном размере, некоторые нет. У каких-то видно пикселей при том же разрешении, у каких-то нет. И здесь пиксели видно, просто вот они как iPhone 3G смотрели у меня видос на канале, беги, вот здесь его можно тоже глянуть. Вот точно такой же экран и здесь. И смотришь, просто и пиксели вылезают из него, прям хлеблище тебе, и это очень сильно раздражает. Ну, правда. Ну, то есть, ладно, каплевидная челка это окей, она, правда, не всем заходит, а не всем нравится, но смотрится более-менее солидно. Не такой большой подбородок, ну, для такого денежного сегмента, по крайней мере, то есть, он не напрягает. Но вырвиглазные пиксели портят абсолютно все впечатление. Ладно, что-то ушли в негатив, давайте о позитивном. А позитива здесь хватает. Во-первых, это оболочка, так называемый Android One. Это девятый Pi, только очень голенький, как новорожденный Nexus. И он очень крутой. Вот, если честно, оболочка просто, безумно, вот даже говорить ничего не буду. Крутая оболочка, все нравится, все летает, все хорошо. С точки зрения интерфейса вопросов нет, удобно открывать-закрывать приложение, все работает шустренько, анимашки классные. И единственное, вот единственное, вот почему вы не могли сделать удобный перескок с приложением на приложение в формате жестов? Ну, вот чтобы менять их можно было быстро, но это единственное, к чему можно придраться. То есть неудобно быстро переключаться между приложениями. Все остальное, огонь огненный. Идем дальше. Мощность. Здесь 665 Snapdragon и 4 гига оперативной памяти. Могу сказать, что для данного ценового сегмента это неплохая мощность. Он довольно шустро себя ведет и ощущается. Если ты захочешь поиграть, то на минималках в PUBG ты, в принципе, сможешь сыграть. Если же хочешь там блицов, то даже 60 кадров в секунду на средненьких. Но это смартфон не особо для игр, хотя поиграть на нем можно. С повседневными задачами он отлично справляется, все держит в памяти. Вроде особо не тормози, за исключением Яндекс.Навигатора. И в целом производит впечатление довольно шустрого аппарата. Но самое приятное открылось для меня, когда я узнал, что этот смартфон способен прожить больше одного моего рабочего дня. Я не поставил его на зарядку один день, второй, третий. И в итоге он прожил 36 часов с последней зарядки, из которых 6 прям активного использования. Я его не щадил, использовал так же, как iPhone. И да, 4000 мАч в данном устройстве творят, ну, прям чудеса. Я могу не переживать за отсутствие зарядки, при этом он шустро работает. Я, правда, всегда был в режиме энергосбережения, ну, потому что я решил проверить, ну, сколько максимум. И даже при этом особо в производительности он не потерял. То есть в совокупности с оперативной памятью, процессором и батареей, вот очень классный такой компромисс получается. Все работает классно, шустро и долго живет. А это, мне кажется, главное в телефоне, что должно быть. Так что за это Mi A3 огромный жирный лойс. Далее пара слов о камере. Не могу сказать, что она плохая. Конечно, за свои деньги это топ, ну, потому что это все-таки к сумме. Здесь их 3 и 48 мегапикселей AI. Конечно же, уже обман, мы об этом говорили. На самом деле тут 8-12, а 48 это прям вот избранный про режим, который иногда тоже ужимается, как выяснилось позже. Это бессмысленная фигня и надпись неправдивая. Но камеры неплохие, расстраивает, что в Инстаграм нельзя записывать сразу видосы с широкоугольной. Мне эта фишка нравилась в смартфонах Samsung. Здесь этого нет, но есть отдельный режим в приложении камеры, который позволяет снимать 15-секундные видеоклипы для этих самых историй на все три любые на выбор. Хоть так. Конечно, масочки немножко подлагивают, поэтому пользоваться Инстаграмом на этом телефоне, ну, очень грустно, очень тяжело. И это не для этого телефончика, братан, правда. То есть, в целом, девайс реально очень неплохой, особенно за свои деньги. Опять же, за исключением экрана суперпиксельного, вервиглазного и сканера отпечатков, который иногда подводит. Always-On Display не всегда показывает уведомления удобно. Ну, с некоторыми вещами приходится мириться. Зато оболочка действительно неплохая. Он шустрый, он тянет относительное количество игр. А самое главное, при всем при этом отличное время батареи. Именно вот из-за этих двух факторов, то бишь камера и батарея, я бы рассматривал к покупке этот самый девайс. Именно этим он меня и зацепил. Что ж, вот таким получилось мое сумбурное мнение после недели жизни с этим самым смартфоном. Пишите, что выбрали бы вы за данную сумму. И, собственно, пишите ваше мнение, если у вас данный смартфон на руках. В комментариях ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы новые видео не пропустить. А с вами был Илья Слейд. Всем удачи, хорошего дня и настроения. Пока-пока. Вкусняшка. И проходил с ним... Ну, правда, очень сильно зачитался, прям вот не мог терпеть. Я подумал, сейчас я либо собьюсь, либо... Ну, он у меня умрет. Носик мой. Разбьюсь телефон. Субтитры сделал DimaTorzok